Девушки отдыхают Звенигородец Олег присоединился к пикетам не так давно. От его дома до карьера буквально 300 метров. Мужчина переживает, что звенигородский карьер станет мусорным полигоном. Варианты решения проблемы видят так – либо оставить как есть, либо обустроить парк. У нас в Венигороде нет парков. И город, который всегда считался подмосковной Швейцарией и славился своей природой, за последние 10-15 лет на глазах породился в не столь привлекательное место из-за, во-первых, строек и сейчас свалки, которые рядом. Напомним, работы на карьере вблизи микрорайона Восточный начались более месяца назад. Опасения у местных жителей появились сразу. Рекультивировать участок земли будут мусором – строительным, бытовым и даже радиоактивным. Представители собственника заверили – все будет в рамках закона. Территорию восстановят отходами 4-х и 5-х классов опасностей, то есть грунтами и строительными отходами. Подтверждение тому – проект рекультивации. Месяц назад на встрече всех заинтересованных сторон компромисс найти не удалось. Пока возле администрации одни инициативные жители молча отстаивают свою позицию, другие собираются в зале местной администрации для переговоров с представителями власти и собственниками карьера. Обсуждение продолжается. Говорите, мы хотим сюда землю засыпать. Слушайте, да не хотим мы, жители города, ни землю, чтобы туда засыпали, ни тем более мусор. Мы хотим там парк. Подавляющее большинство людей говорят о том, что нам нужен хороший парк с зонами отдыха. Но не трогайте наш город. Это первый вопрос. Вопрос в том, что человек к нам пристали, к нашему городу. Мы хотим, чтобы она стала наша, городская. Я уже… Тише, тише. Я уже озвучивал это и говорил, что жители города готовы, реально готовы его выкупить у вас. В свою очередь, собственник предложил еще один вариант – восстановить земли с использованием грунта, не загрязненного опасными веществами, в соответствии с государственной экологической экспертизой и установить онлайн-контроль. Мы готовы установить видеонаблюдение, в котором будет доступ к инициативной группе. Мы готовы взять местных жителей. Если это есть какие-то там связанные затраты, мы готовы взять их там на работу и, согласно нашего российского законодательства, оплачивать их труд. Представитель субподрядчика уверяет, ему скрывать нечего, поэтому согласен со всеми пунктами. Однако договориться и в третий раз не удалось. Жителей не устроил и этот вариант. Одиночные пикеты будут продолжаться. Окружная администрация и собственники обдумывают новые предложения. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.